Определились победители конкурса школьных газет «Школа Пресс-2013». Конкурс проводится уже в восьмой раз, и с каждым годом в нем участвует все больше юных журналистов. В этот раз свое печатное творчество показали 45 школьных изданий. Церемония награждения победителей прошла в Центре развития творчества детей и юношества Новочебоксарска. «Мы всегда пишем правду, и ничего кроме правды» – так звучит девиз юных журналистов. Несмотря на предельную загруженность в школе, дети с удовольствием посвящают свое свободное время газетному делу. Ведь ученики с нетерпением ждут свежих номеров, где могут прочитать о каком-либо школьном событии. И раз в год эти новости выходят за пределы школы и обсуждаются на конкурсе «Школа Пресс». Действительно, мы вместе с вами делаем хорошее дело. За годы этот конкурс уже стал не только городским, но и республиканским. И он вышел даже уже за пределы нашей республики, потому что уже начинают принимать участие уже второй или даже третий год газеты из других регионов, из разных областей нашей большой России. И мне очень приятно, что подсоединяется все больше и больше школьных газет. Конкурс каждый год организовывает газеты «Грани» совместно с отделом образования, администрации Новочебоксарска и Центром развития творчества детей и юношества. Здесь собрались финалисты «Лучшие из лучших» и поздравить их прибыла заместитель министра информационной политики Чувашской Республики Любовь Шумарина. Ваше дело очень интересное, нежное и сложное. Мне хочется сказать, знаете ли то, что у нас есть республика? По 85 поделегистрированных в семье. И в том числе, в основном, мы печатаем 97 газет и 30 журналов выпускают в Чувашской Республике. Если еще сюда прибавить ваши родители, то намного будет больше. И о том, читатели тоже очень хотели посмотреть, почитать ваши газеты, которые вы выпускаете для себя и для своих родителей перво-четыре. Всего в конкурсе разыгрывалось 8 номинаций, где звание «Лучшая школьная газета» присудили юным журналистам Чебоксарской 61-й школы. Редакторы школьной газеты «Знай наших» оказались мастерами не только на бумаге, но и сумели выразить свои мысли в ином формате. Поразила своим позитивом и творческая группа газеты «Апельсиновый мандарин» на Чебоксарской школе номер 11. На сцене они бодры и веселые, а в работе очень серьезные и ответственные. У нас газета ежемесячная. Нам уходит месяц для создания одного номера газеты. Мы сначала собираем материал, рассуждаем, что напишем, как напишем, а потом уже ходим, берем интервью, опросы, пишем репортажи. Примерно неделю ходят на редакцию газеты. Победителям и финалистам конкурса вручили пощрительные призы. Юные газетчики не расстраиваются, так как в следующем году они снова попытают счастье, приняв участие в очередном конкурсе «Школа Пресс-2014». Светлана Лекимова, Николай Яковлев, Республика.